Музыка Владимир Викторович, скажите, приближается кубок Еврахима 2017, который будет проходить в Новомосковске. И наши ребята готовятся. В прошлом году заняли неплохое место. Скажите, как вообще проходит подготовка ребят и Ваше видение? Ну, пока планомерной подготовки мы еще не начинали. У нас идет Пенинская область, где мы на данный момент лидируем. Значит, у нас осталось на Пенинской области 4 игры. Из них нам нужно выиграть 3, чтобы стать чемпионом Кунинградской области. Сейчас у нас пока вся подготовка к этому. Ну, естественно, и планомерно мы готовимся к турниру Еврахима. Значит, буквально 3 дня назад мы приехали с Вологды, где мы участвовали в объединенной команде с Владимиром Полем. Мы учились и играли на Пенинской области, где на этом турнире в Вологде мы заняли второе место. Значит, это у нас был третий этап Северо-Запада. Если в первом этапе мы заняли третье место, Владимиром Поле проходил первый этап. Второй этап проходил Петрозаводский, где мы заняли первое место. Сейчас Вологде мы заняли второе место. И третий этап. Это у нас будет в первых числах мая. Четвертый этап, заключительный год, проходить в Великом Новом районе. Вот эти все турниры мы рассчитываем, считаем, как подготовка к Еврахиму. И ребята сложены. Команды очень сильные. Только с сильными соперниками можно научиться играть в хоккей, повышать свое мастерство. Скажите, пожалуйста, после того, как двери открыл вот этот спортивный холл, ледовая арена наша, сколько вообще ребят занимаются на данный момент? На данный момент у нас уже около 273 ребенка занимаются в секции в хоккей. А вот кто-то из них, который после открытия уже пришел заниматься хоккеем, едет на эти соревнования? Нет. Нет. Это уже... Это те ребята, которые уже занимаются здесь 2-3 года. Мы начинали с улицы, когда делали репортаж. Посмотрели, что мы там на дощечке занимались. То, что было под руками. Все. Использовали занятия. Но вы как тренер, как бы вы сказали по поводу тех условий, которые вы сейчас находитесь и тренируете ребят? Насколько они... У нас намного условия стали лучше, но останавливаться не будем. Нам еще нужны спортивные залы. Почему? Объясню. Потому что ледовая подготовка – это хорошо, а физическая подготовка – это обязательно должно присутствовать. К сожалению, у нас погодные условия не позволяют на улице. Постоянно сыро. Ждем, когда у нас построят бассейн. Там у нас уже будет три зала. И мы можем его, наверное, заниматься. Кроме... Сочетать и занятия на льду, и занятия в зале. Значит, у нас сейчас идет восстановление нашего открытого, открытой площадки ледовой. Значит, там мы тоже планируем проводить занятия, когда будет погода позволять. И в летний период будем там проводить занятия. Вообще население, родители, насколько сейчас активно идут ребята заниматься в хоккей? На данный момент у нас идет набор, мы набираем детей 2011-2012 годов рождения. У нас ребята идут уже, если мы начали с января месяца набирать, 12-й год, у нас уже этих детей около 20 человек. Значит, еще раз коснусь залов. Почему нам в зал нужны маячки, когда приходят? Нужен обязательно в зал, маты. Мы должны обучать, как правильно падать. Это первое, то, что необходимо для хоккеистов. Правильно уметь упасть. И для этого нам нужны и залы. Но еще можете сказать, как много ребят вообще уходят из хоккея, которые уже пришли? Все родители хотят, чтобы из детей получили советчики, но это не каждому дано. Это один с миллионом, вот такие получаются, выдающиеся хоккеисты. Как вы видите вообще этот Кубок Еврахима 2017? Ну, хотя бы предположительно, может быть, какое-то место или что вы ожидаете от нашей команды? Заместа сейчас пока не будем. Как у нас закончится первенство области, будем потом готовить планомер. У нас от лайнера проводят недельные сборы, где будем сочетать занятия на земле и занятия на льду. С каждым годом уровень этого турнира повышается. Если раньше туда приезжали команды среднего уровня, то сейчас практически все команды очень сильного уровня. Конечно, в этом году будет тяжело бороться с ними. С каждым годом тяжело. Ну, как вот каток построили у нас, я думаю, что с каждым годом мастерстве прибавляют, прибавляют. Но достойно выступать на этом турнире. Хорошо, спасибо вам большое и удачи с ребятами. С выучения ребят в тренировке, ребят. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok